Грянула война А выходить в круг надо было непременно с улыбкой, с тем азартом, который танец должен был передать будущим воинам как призыв к оптимизму, к надежде на возвращение. Стискивал парень зубы, раскрывал широко руки, и его стремительный перепляс хоть на миг заглушал схлипывание, отвлекая от горестных дум. Чуть позже давали концерты в госпиталях, и опять надо было улыбаться, чтобы забывали о боли, чтобы вспоминали мирную жизнь, чтобы знали, что она непременно возродится вновь. Во время войны впервые вошел в программу ансамбля парный танец. Вместе с Ходиной Магазовой Мухаммед Идрисов исполнял прекрасный номер с коромыслом Кюенте, а также танец с платком. В годы Великой Отечественной войны на фронт отправляли концертные бригады. Мой дядя был в числе тех артистов, которые, подвергая себя опасности, поднимали дух солдат и офицеров. Он был знаком с Тагиром Кусимом, с которым впервые встретился, когда отвозили эшелон подарков, а потом возвращались в вагон им раненых. Часто выступал в башкирской кавалерийской дивизии, когда она формировалась. И вот в 1943 году, когда победные окончились бои под Сталинградом, он попросил генерала оставить его на фронте. Тагир Кусимов и слушать его не стал, ответил, что один только танец боик заряжает бодростью бойцов так, что даже слов благодарности тут недостаточно. Рассказывал, как выступали в суровых условиях, среди смертей, пожарищ, выходили на сцену, которым служил борт грузовика и отплясывали, будто врага громили. Дядя Мухаммед даже пытался попасть в ряды советской армии обычных солдатам. В 1945 году он был удостоен звания заслуженный артист по СССР и считал он эту награду фронтовой. Сегодня я продолжаю дело своего дяди Мухаммеда, танцую в ансамбле имени Файзи Гаскарова, горжусь им и стараюсь не подводить знаменитого родственника.